Продолжение следует... Не стал отрицать возможности такого сценария действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама. В интервью телеканалу МБС глава Белого дома фактически не исключил и того, что именно Москва стоит за взломом электронной почты Национального комитета его родной демократической партии, вызвавшей в преддверии партийного съезда немало шума. Уклонившись от вопроса журналиста о том, кто может стоять за хакерской атакой, лидер Соединенных Штатов, тем не менее, заявил, что Вашингтону известно, что россияне взламывают американские системы. На фоне объявления официальным кандидатом президента США демократов Хиллари Клинтон Обама также отметил, что в Москве более благосклонно освещается предвыборная кампания ее соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Глава Белого дома при этом напомнил, последний неоднократно говорил, что восхищается Владимиром Путиным. Из Армении сегодня вновь переходят сообщения о захвате заложников. Вооруженная группа оппозиционных активистов, 10 дней назад взявшая в плен силовиков полку патрульно-постовой службы в Ереване, теперь удерживает бригаду врачей скорой помощи. Произошло все после ночной перестрелки. В ходе столкновения ранения получили один офицер полиции и двое захватчиков здания. Члены вооруженной группы потребовали медиков для оказания помощи пострадавшим. Но по прибытии бригады скорой помощи взяли в заложники четырех медработников. При этом сами раненые были госпитализированы. Силовики сообщают также, что двое мятежников сдались властям. Но сами захватчики утверждают, что их задержали. Кстати, не сходятся заявления властей и их оппонентов в опросе, оказавшихся в плену сотрудников Минздрава. В оппозиции заявили, что медики не удерживаются в заложниках. Просто захватчики требуют постоянного присутствия врачей в полку. Осада полицейского участка продолжается. Стражи порядка, между тем, продолжили аресты оппозиционных активистов, собравшихся у захваченного здания. Некоторые СМИ сообщают, что минувшей ночью под стражей оказались более 60 человек, заподозренных незаконным приобретением, хранением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В Ереване, напомню, продолжаются протесты, участники которых выступают против штурма полка патрульно-постовой службы. Захват здания произошел утром 17 июля. Группа вооруженных лиц ворвалась на территорию полка, протаранив грузовиком железные ворота. Тогда один полицейский погиб, несколько получили ранения. Захватчики потребовали освобождения лидера оппозиционного движения, учредительный парламент, жирая Расфеляна, арестованного в июне по обвинению в незаконном хранении оружия. Еще одно требование членов группы – отставка президента и правительства Армении. Израильские военные ликвидировали палестинского террориста почти месяц назад, убившего Равина. Спецоперация прошла в деревне Суриф, близ города Хеврон, на западном берегу реки Иордан. В ходе рейда были арестованы еще трое арабов, а также конфисковано оружие, автомат Калашникова, несколько самодельных гранат и боеприпасы. Как заявляют в полиции Израиля, уничтоженный боевик 29-летний Мохаммед Факих был членом радикального движения «Хамас». В числе задержанных оказался сотрудник Сил безопасности Палестинской национальной администрации. Теракт, в результате которого погиб Равин Михаэль Марк, а его жена и двое детей получили ранение, был совершен 1 июля. Тогда группа палестинских террористов открыла огонь по автомобилю с израильскими номерными знаками на шоссе к югу от Хеврона. Религиозные лидеры Франции заявили о своем единстве перед лицом террористической угрозы. Представители разных конфессий посетили сегодня Елисейский дворец, где побеседовали с президентом республики Франсуа Ландом. Встреча состоялась на следующий день после варварского убийства священнослужителя в одном из католических храмов Нормандии. Как заявил архиепископ Парижа Андре Вентруа, после беседы с президентом пришло время, чтобы верующие сделали выбор между культом насилия и смерти и верой в жизни благочестия. Он также призвал представителей всех религиозных общим Франции оберегать межконфессиональный мир, не поддаваясь на провокации исламистов, желающих посеять вражду между людьми. Напомню, накануне двое террористов ворвались в церковь в городке Сент-Этьен-де-Рувре. Они перерезали горло 84-летнему настоятелю храма и ранили еще одного человека. Перебывшая на место происшествия полиция ликвидировала нападавших. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство». И коротко о других международных новостях. В швейцарских Альпах обнаружены останки альпиниста, пропавшего более полувека назад. Установить личность погибшего удалось благодаря ДНК-анализу. Выяснилось, что найденные на одном из ледников останки принадлежат немцу в августе 1963 года, пытавшемуся добраться на лыжах с одной горной турбазы до другой. На протяжении 53 лет альпинист числился пропавшим без вести. Мексиканские археологи обнаружили тоннель в загробный мир. Под одной из пирамид Майя найден подземный водный коридор, построенный примерно в VII веке н.э. Как считают ученые, он служил неким порталом, через который душа умершего правителя из усыпальницы по воде путешествовала в потусторонний мир. Ранее, похоже, тоннель был обнаружен недалеко от Мехико. Китайские ученые заявили об обнаружении самой глубокой в мире подводной карстовой воронки. Прозванная «Драконьей норой» дыра находится в спорной акватории Южно-Китайского моря. Она уходит под землю на глубину более 300 метров. Ранее рекордсменом среди карстовых воронок считалась голубая дыра Дина, расположенная в районе Багамских островов. Ее глубина – 202 метра. Панды-близнецы из зоопарка китайского Аумэня вышли в свет. Детеныши бамбуковой медведицы Синь-Синь, родившихся месяц назад, впервые показали публике. Теперь у двойняшек классический для больших панд черно-белый окрас, хотя при рождении они были полностью розовыми. По словам смотрителей, оба детеныша, названных старшим и младшим золотком, здоровы и чувствуют себя хорошо. Вес одного из них за 30 дней увеличился более чем в 10 раз. Я с вами на этом ненадолго прощаюсь. О развитии событий совсем скоро. Оставайтесь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова